Следующая игра, последняя игра, в которой мы обучаем ребенка алфавиту, это игра «Морской бой». Может так статься, что эта игра сыграет ключевую роль в том, что ребенок все-таки алфавит запомнит после долгих попыток запомнить его с помощью других игр. Где она находится? Значит, эта игра находится в нашем конверте, и оригинал игры, который не нужно вырезать, не нужно трогать, находится в главной книге, в описании комплекса игр. Можем по оглавлению, значит, игра «Морской бой», 12-29 страничка. Вот здесь предоставлено подробное описание, как играть в эту игру. Если вы не играли в «Морскую бой» в детстве, то вот здесь подробные инструкции, как в нее играть, с картиночками. И дальше есть три уровня игры. Первый – это простой уровень, 5 на 5 клеточек и 3 корабля. Средний уровень уже 8 на 8 клеточек, или 9 на 9, корабля чуть побольше. И высокий уровень, когда ребенок уже алфавит более-менее выучил, но у него остались проблемные буквы. Проблемными оказались, по-моему, нашему опыту, такие буквы, как HN, UI, GJ, BD. И вот они здесь представлены, а здесь они же только в алфавитном порядке. G, H, I, J. Здесь буквы как бы отдельно расположены, потому что в этих играх у нас получается большая буковка и маленькая находится рядышком. Этот экземпляр, все, что находится здесь в книге, дрогать не нужно. Когда закончатся листы для вырезания, то вот эти листики вы можете копировать дальше и продолжать играть со старшим ребенком, либо, может, уже с младшим. Поэтому сохраняйте их, пожалуйста. А чем играем? Это теми листочками, которые даны в тетрадочке. Тетрадь для вырезания. В ней есть морской бой простой уровень 5 листов, средний уровень 3 листа и высокий уровень 2 листа. Вот наш морской бой простой уровень. Как мы в него играем? Для начала вырежем первые буковки. То есть на каждом листочке они идут, ну, как бы, весь алфавит. Поэтому сегодня мы, например, будем играть ABCD. Вот, поэтому мы его вырезаем. Остальное пока не вырезаем, чтобы оно не потерялось. Пусть находится здесь до следующего раза. Вот у нас получается такой листочек. Игра морская будет адаптированная. Количество клеточек уменьшено. И играем мы в одни ворота. То есть только ребенок будет убивать наши корабли. Проверено просто, если мы играем в две стороны или с большим количеством клеточек, ребенок доигрывает до какого-то этапа. Потом он устает от повторения букв, потому что ему вначале... Раз мы начали играть в эту игру, значит, нам алфавит дается с трудом. И он устает от того, чтобы все время их повторять, вспоминать и быстро заканчивать. Поэтому вот именно пять клеточек – оптимальное количество для начала игры. Разрезаем. И вот это маленькая такая... Маленький листочек – это листочек для родителя. Большой листочек с кораблями – это листочек для ребенка. То есть он не смотрит. Мы берем свой листочек для начала и рисуем свои корабли. Рисуем один трехпалубный, один двухпалубный и один однопалубный. Например, я нарисовала такие корабли. Вот так вот. Нарисовала вот тут вот. И нарисовала вот здесь. Все, свои корабли я ребенку не показываю. Прячу их. Очень удобно играть в эту игру. Занимаясь своими домашними делами. То есть кладете, например, свой листочек. Если вы мама возле деда на кухне, занимаетесь всем, чем вам нужно заниматься, периодически подглядываете в свою карточку, там говорите «убил, не убил», «килт» или «мист» или «хит». и зачеркиваете, ну, ставите крестик в случае необходимости. В это время ребенок начинает работать. Для начала, перед тем, как начать играть, пожалуйста, напомните ему, попросите его пропеть вот эту часть алфавита. А, Б, С, Д, И. Дальше, когда он еще не ориентируется, какая буква какая, не может ее сказать сразу же, ему будет помогать вот это вот пропевание. Потому что если, например, эта буква, пусть не начало алфавита, а середина алфавита, то чтобы сказать букву, например, вот, ну, скажем, вот эту, W, он будет петь, спрашивать, мама, какая первая буква, я ему говорю U, и он поет U, V, W, W. Потом он тоже не может сказать часто сразу цифру, там, 5 он считает, 1, 2, 3, 4, 5, 6, там, W, 6. И таким образом, ему все время приходится проговаривать алфавит по порядку для того, и цифры тоже по порядку для того, чтобы сделать свой удар. То есть дальше, как все-таки играем. Пропели мы алфавит, вспомнили цифрыки, и ребенок начинает стрелять. Вот он хочет стрельнуть, например, сюда. Он говорит, B, WAN, и отмечает точечкой. Мы ему говорим, не показываем свой листочек, говорим, МИСТ, МИСТ, МИСТ. Можем у себя ставить точку, можем не ставить точку. Потом он как бы стреляет дальше и говорит, B, 3. Мы ему говорим, ХИТ, ПОПАЛ. Он отмечает, что попал. Если он попал, ему нужно проверить А3, B2, B4 и C4 для того, чтобы все-таки убить этот корабль. То есть не надо идти в другие места, чтобы не запутаться. Говорим ему, продолжай, пожалуйста, убивать этот корабль. И вот он пробует, пробует. Например, если он таки попадает, говорит, B4, мы ему говорим, ХИТ. Он понимает, что это трехпалубный. И убивает его, наконец, B5. Мы ему говорим, КИЛТ, убил. Отмечаем у себя. Что он делает? Он проставляет точечки вокруг корабля, потому что корабли не могут соприкасаться друг с другом. Значит, в эти места ему бить уже не надо. Поэтому, смотрите, если у него проблемная буква, например, Д, то старайтесь ставить свои корабли, ну, там, или Б, или Д, ставить именно тут, потому что может остаться такое, что, например, ряд С, он просто проговаривать не будет, потому что он просто ставит там все точечки, и все. Дальше он убивает следующий корабль. Говорит, A, B, C, D, D1, D3, D4, мы ему говорим, МИСТ, D3, КИЛТ, убил. А, кстати, да, когда он убил свой корабль, он может вот здесь вот отмечать, что он убил. Детям очень нравится. Контролировать свои результаты. Вот он убил однопалубный корабль, остается двухпалубный. И он потихонечку-потихонечку наконец убивает. D1, E1, убил. Мы у себя отмечаем. Игра закончена. Молодец. Опять же, если мы начали играть в морской бой, а начинаем мы его играть, когда ребенку такие трудно даются алфавиты, других игр недостаточно, то может статься, что вначале ему будет очень трудно, вот очень трудно, и он начнет капризничать и говорит, нет, я в это играть не буду, я не хочу. Поощряйте. как вы посчитаете нужным. Конфеты, подарки, может даже деньги, что угодно, но играть в нее надо. То есть, эта игра помогает все-таки перейти на этап чтения, потому что без алфавита мы чтением можем даже не заниматься, потому что там будут куча своих нюансов, там будут правила чтения, закрытый слог, открытый слог, такая согласная, сякая согласная, буквосочетание, такое огромное количество исключений, он просто запутается, поэтому ему хотя бы надо знать алфавит, то есть, у него будет фундамент, база, на основе которой он сможет двигаться дальше. Поэтому играйте, 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 проиграйте во все игры, периодически делайте ревизию, смотрите, как он, и когда он немножко станет увереннее, то он скажет, мама, мне мало кораблей, мне уже не интересно, пожалуйста, давай будем играть в корабли побольше, вы тогда переходите к среднему уровню, там, где у вас много кораблей. Он уже играет, обычно к этому моменту, уже более-менее спокойно, вот, и потом в конце остается уже добить наши проблемные буковки, это наши H, H, N, вот они сильно путают, потому что H, большая прописная H, похожа на N, русскую, украинскую, N маленькая, похожа на P, русскую, украинскую, они путаются, U, Y, 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 называется Y и так далее, то есть, это все нужно отрабатывать, либо здесь, если он согласится, может отказаться, сказать, не, это слишком сложно, вот, ну, уже смотрите, как дальше это прорабатывать, либо же прописями, либо же морским боем, либо, может, сказку ему сочините про эти буквы, нарисуйте их, пусть они у вас погуляют, бегут, там, поживут в каком-то домике, встретятся, влюбятся, не знаю, пойдут на рыбалку вместе и так далее, то есть, чтобы у него, мы все время их повторять, H маленькая, H большая, вот они встретились и так далее, то есть, что-то, что-то придумайте, чтобы эту проблему убрать, ну, не волнуйтесь слишком сильно, она все равно постепенно уберется, потому что дальше у нас начинается этап чтения и вступает в игру, вступает, ну, мы начинаем работать с самым сильным, наверное, с самым важным блоком данного комплекса, это комплексом, это игрой в мемори чтения, то есть, о ней я расскажу в дальнейшем, и, опять же, если у вас ребенок хорошо знает алфавит, он его усвоил, то, ладно, все пять игр блока выучивания алфавита там пропустите, ну, сами посмотрите, можно пропустить, но вот в это нужно уже играть всем, здесь собрано много-много всего, расскажу в следующем видео.